Друзья, чтобы оставаться на связи, скорее подписывайтесь на наш аккаунт ВКонтакте. Новые передачи будут доступны там в 4К. Ссылка на экране и в описании к этому видео. В морских сражениях линкоры сложно не заметить. Каждый из таких военных кораблей — плавучая крепость, оснащённая целым арсеналом инструментов против любой угрозы. Сегодня пришло время поговорить о лучших представителях класса, настоящих морских легендах. Встречайте! ТОП Линкоров! Открывает список итальянский тяжеловес Данте Алигьери, названный в честь итальянского поэта. Его арсенал основного калибра состоит из 12 305-мм орудий, размещенных в четырёх башнях. Такая компоновка позволяет вести эффективный огонь из девяти орудий практически в любом направлении, а на борт — сразу из дюжины. Постепенная смена атакующего борта прикрывает слабые зоны машины. Однако осторожность никогда не будет лишней. Экипаж Данте Алигьери всё равно может быстро выйти из строя. Остерегайтесь фугасных снарядов! На следующей позиции — немецкий «Кайзер». Он также вооружён десятью орудиями калибра 305-мм, но способ их размещения кардинально отличается. Вся огневая мощь корабля сосредоточена в пяти башнях, по два орудия в каждой. Благодаря этой схеме инженеры смогли поднять скорострельность до трёх выстрелов в минуту. Чтобы пользоваться максимальным числом орудий одновременно, придётся подставить борт под вражеские выстрелы. Однако бронепояс толщиной в 350 мм обеспечивает неплохую защиту на дальних дистанциях. Низкая мобильность — вполне резонная плата за такие показатели. Затем идёт британский «Мальборо». В попытке сохранить скорострельность при внушительном 343-мм калибре конструкторы расположили по два орудия в пять башен. Суммарное количество пушек уменьшилось, зато их огневая мощь с лихвой компенсирует любые потери. Фугасные снаряды корабля начинены 80-ю килограммами взрывчатки и пробивают бронелисты толщиной в 96 мм. С другой стороны, сам линкор защищён не слишком хорошо. Бронепояс в 304 мм относительно небольшой. Костяк бронирования составляют бронелисты толщиной от 203 до 229 мм. При игре на «Мальборо» лучше сдерживать противника на расстоянии, не вступая в ближний бой. Хотя для таких случаев в арсенале припасены 20 торпед. Бронзу получает советский линкор Т-35. А нет, подождите, он же сухопутный. Хорошо, тогда возьмём морской. Парижскую коммунну. Отличное ПВО. Огромный бронепояс. Противоторпедные були. Экипаж в 1730 человек. Это один из самых больших экипажей среди всех кораблей, представленных в War Thunder. Благодаря таким показателям корабль способен подолгу выдерживать атаки противника. А про авиацию в принципе можно забыть. Самолёты распиливаются за считанные секунды. 305-мм калибр орудий не поражает воображение, зато позиции башен позволяют вести огонь из всех пушек сразу. Если расположиться к цели ромбом. К тому же совокупная огневая мощь и скорострельность станут отличным подспорьем в сражениях на средней и ближней дистанциях. Второе место заслуженно отходит японскому «Хьюга». Батарея из 12 орудий калибра 356 мм может одним залпом нанести колоссальные повреждения даже на большом расстоянии и перезаряжается всего за 30 секунд. Однако для полного залпа борт придётся развернуть чуть сильнее, чем на других топах того же боевого рейтинга. На дальней дистанции бронепояс выдержит попадание крупного калибра, а вот на средней он легко прошивается насквозь. Конечно, большой экипаж обеспечивает линкору достойную выживаемость, однако подставляться под вражеские выстрелы всё равно не стоит. Поэтому «Хьюга» — отличный выбор для снайперской игры на сверхдальних дистанциях. Главное — не подпускать противника близко. Наконец, золото принадлежит легендарному линкору «Аризона» — новинке ветроперемен и вершине развития американской ветки флота. Этот монстр обладает лучшей защитой в своём классе. Толщина бронепояса варьируется от 203 до невероятных 343 миллиметров. Экипаж насчитывает 1390 человек, а вооружён корабль 12-ю орудиями калибра 356 миллиметров, размещенными в четырёх башнях. Причём показатель пробития бронебойных снарядов более чем соответствует калибру. В общем, мощнейший залп и великолепная бронезащита делают «Аризону» крайне опасным соперником. Вот так выглядит список лучших линкоров «Вар Тандер». Каждый из них способен в одиночку переломить ход сражения, закрушив соперников одним залпом казематных орудий. А какие из них нравятся вам? Попали ли ваши фавориты в подборку? Расскажите об этом в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!